Всем привет, я Элли Ди, со мной моя собака Джина, там хомячок Эдди И вы смотрите канал о питомцах Элли Ди Пэтс И сегодня будет видео для тех, кто пока не может самостоятельно взять и завести хомячка без одобрения родителей И хочет уговорить родителей завести хомяка А также это видео для тех, кто хочет узнать, какие есть у хомяков, как у питомцев, плюсы Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео, а мы начинаем Кстати, на моем основном канале Элли Ди сейчас выходят новые видео Ссылка на него в описании Как вы знаете, у меня есть сирийский хомяк Эдди Про него на канале есть целый отдельный плейлист Я готовилась к появлению хомяка примерно за полгода Поэтому нужно быть готовым к тому, что завести хомяка это не за хлебушком сходить Даже при условии, что все члены семьи будут согласны Очень советую посмотреть все видео об этом на моем канале Там я подробно все рассказывала и показывала Итак, давайте приступим к делу Начну с того, что не важно, кого вы хотите завести собаку, кролика, хомяка Ответственность за питомца одинаковая И каждый зверек должен жить в любящей семье и в хороших условиях Вам очень помогут мои предыдущие видео на тему Как уговорить родителей купить собаку или других питомцев Там также много полезных советов Но есть советы, которые хорошо сработают именно для уговоров на хомяка Вам в любом случае придется поговорить с родителями Иначе, купив хомячка и принеся его домой, ваши родители просто выкинут его или отдадут кому-то И это будет уже бедное и брошенное животное Поэтому не бойтесь и поговорите с родителями Для беседы стоит использовать все плюсы хомяков как домашних питомцев в качестве действенных доводов Когда родители услышат плюсы, они будут лучше представлять картину Можете показать своим родителям это видео Я постараюсь рассказать в этом ролике все, что может быть полезным Хомяки, конечно, гораздо, прямо в разы проще по содержанию, чем кошки, собаки, морские свинки, кролики И даже аквариум с рыбками при условии годного содержания Их не надо выгуливать, прививать, даже кроликам каждые 6 месяцев нужно делать прививки Хомячок по уровню сложности содержания, ну, примерно как аквариум Может быть даже и проще А отдача от хомяка в плане общения гораздо больше, чем от рыбок Всех родителей беспокоит в хомяках проблема запахов Пахнут ли хомяки? У девочек-хомячих раз в 4 дня бывает течка И в это время они могут издавать особые запахи Некоторые владельцы называют этот запах мышиным Некоторым этот запах напоминает аромат мускатных орешков В общем, кому-то нравится, кому-то нет У самцов-хомяков течек нет, но тем не менее они тоже писают и издают своеобразные запахи Но, спешу вас успокоить, если вы будете содержать клетку вашего хомяка в чистоте Вовремя менять наполнитель в туалете хомяка Никаких неприятных запахов вы не почувствуете Кстати, о туалете Хомячка можно приучить ходить в туалет То есть в отведенное место в его клетке У меня, например, это купалка для птиц Хомячок будет ходить туда по-маленькому По-большому приучить его ходить туда не получится Физиология у хомячков такова, что они какают постоянно Но какульки хомяков не пахнут Пахнет только моча Поэтому хотя бы раз в 3-5 дней, меняя содержимое туалета Вы обеспечите чистоту и отсутствие неприятных запахов Родители будут рады, узнав, что хомячки не такие глупенькие И их можно приучить к порядку Наверняка многие родители боятся, что на хомяка начнется аллергия Чаще всего аллергия появляется не на самого хомяка А на наполнители, которые используют в клетках И признаки аллергии заметно усиливаются Если за хомяком плохо ухаживать и содержать его клетку грязной Очень жалко тех хомяков, которых безжалостно отдают или выбрасывают Говоря, что это на него аллергия Это очень опрометчивый и жестокий шаг Кстати, в современной медицине есть анализы Которые можно сдать, чтобы наверняка узнать Есть у вас аллергия на хомяка или нет Если вы сомневаетесь, лучше сделайте до Как заведете этого питомца, чтобы потом его не выбрасывать Потому что это безответственный и жестокий шаг Называются эти анализы Определение суммарных специфических ИДЖЕ к аллергенам грызунов Морская свинка, кролик, хомяк, крыс и мыши Например, в Москве данный комплекс анализов Стоит около полутора тысяч рублей И срок выполнения всего один рабочий день Сдать такой анализ можно как в городской, так и в частных лабораториях Дайте понять родителям, что хомячок как питомец является хорошим вариантом в качестве первого питомца Уход за ним не отнимает много времени, а наблюдать очень интересно Для родителей это прекрасный вариант научить своего ребенка любить животных Научить ответственности, терпению и заботе Так и скажите это своим родителям А если у вас есть младшие братья или сестры Скажите родителям, что это будет хороший пример для малыша Он будет видеть заботу о питомце И получит много положительных навыков и эмоций Содержать хомячков недорого Точнее не так дорого, как собак, кошек и кроликов Основные траты придутся в начале Когда нужно будет купить хомяку клетку, колесо и так далее Посмотрите мое видео «Первый день хомяка у меня дома» И вы узнаете, что нужно для правильного содержания хомяков После первых покупок, как правило, содержание хомяка обходится недорого Самый дорогой пункт это скорее посещение ротолога Это ветеринарный врач, специализирующийся на грызунах и зайцеобразных В случае болезни хомячка вы, как ответственный хозяин, должны будете посетить Как минимум обычного ветеринара и как максимум специалиста-ротолога Например, сейчас с Эдичкой у нас беда, ему удалили глазик Вы можете посмотреть недавнее видео на моем канале об этом В принципе, это был единственный раз за все это время, пока Эдди живет у нас Когда мы обращались к специалисту Может, этот пункт прозвучит страшно Но для некоторых родителей этот пункт может оказаться крайне важным Хомячки живут недолго, около двух-трех лет Поэтому, да, некоторые родители предпочтут завести своему ребенку именно хомяка А не собаку или кошку Некоторые дети хотят питомцев только в определенном возрасте И по мере взросления тяга к животным становится менее ярко выражена Поэтому, возможно, именно хомячок будет хорошим вариантом А если ребенок справится с ответственностью, то можно потом и подумать о собаке Это что касается особенностей хомяков как питомцев Когда вы знаете все плюсы хомячка, можно и поговорить с родителями И оперировать в разговоре с ними этими плюсами Я надеюсь, вы все записали Если потом еще раз пересмотрите это видео, вы сможете потом записать Знайте, у взрослых множество проблем, о которых дети вряд ли задумываются Поэтому нужно быть терпеливым и понимающим Родители наверняка оценят вашу подготовку к новому питомцу Поэтому вам нужно разобраться Как ухаживать за хомяком Какие покупки ему нужны Составьте список покупок для хомяка И напротив каждого пункта вы пишите цену Родители в любом случае узнают о предстоящих тратах Но так вы покажете свою ответственность и серьезность А это даст понять родителям, что вы выросли и готовы к питомцу Кстати, будет хорошо, если вы подготовитесь к появлению питомца заранее И будете откладывать денежки для приобретения для хомячка Или попросите, чтобы на ближайшие праздники вам дарили подарки денежкой Чтобы вы смогли копить Когда же лучше поговорить с родителями? Лучшее время это за несколько месяцев до вашего дня рождения Намекните родителям, что это именно тот подарок, который вы бы хотели получить Только не стоит затевать это вот прямо накануне дня рождения К питомцу надо подготовиться И это не игрушка Родители подумают, что вы еще не готовы к питомцу Если будете торопиться И да, не стоит ждать и просить питомца получить именно к назначенному дню Дню рождения или Новому году Эти праздники должны быть скорее как повод, а не как подарок с бантиком Пожалуйста, не нужно плакать, если родители откажут вам Это может быть их неокончательное решение Вы своими слезами только их спугнете Возможно, у родителей есть реальные, серьезные доводы Кстати, об отказе Выясните в уважительной форме у родителей, почему они против Выпишите все их доводы и попробуйте подумать, как решить эти проблемы Может, лучше стоит подождать окончание ремонта в квартире или переезда Ведь хомячку тоже будет плохо жить в таких условиях Предложите родителям вариант, где будет стоять клетка хомяка Да, многим родителям нравится, когда ради их одобрения вы готовы сделать хорошие поступки Например, вы можете поговорить с родителями о хомяке в начале последней четверти Пообещав закончить ее с хорошими оценками Только вот понятие хорошей оценки у всех разное Для кого-то это все пятерки, для кого-то без троек Главное, ставьте реально достижимую цель, но в то же время, чтобы это устроило родителей Всегда в разговорах с родителями будьте аккуратны и уважительны Родители это самые близкие вам люди Именно они, ваша семья, они блогеры в интернете Родители любят вас Расскажите в комментариях под видео, как вам удалось уговорить родителей на питомца А если вы еще в процессе уговоров, почитайте комментарии Возможно, там есть еще действенные советы О том, как ухаживать за питомцами, вы всегда можете посмотреть на моем канале Элли Ди Пэтс А если подпишитесь, то не пропустите новые видео Увидимся в новых роликах Пока! И удачи в уговорах!